битр снимать пошли куда пойдем сейчас сейчас матч вообще-то через 15 минут уже давай-давай подписчики ждут 15 минут в принципе за 15 минут мы можем чем классное приготовить например несколько сэндвичи погнали ладно вот так вот димка меня угол блин да ладно чем я говорил на самом деле конечно же мы подготовились для того чтобы снять для вас вкусные рецепты но идеология такая что это сэндвичи это бутерброды которые мы можем приготовить под какой-нибудь классный матч под какой-нибудь классное соревнование посидеть покайфовать и условно у нас есть 15 минут до матча и 15 минут во время перерыва и мы сделаем сегодня именно по этой причине целых два бутера один будет как бы основной чтобы покушать при этом полезно покушать а второй будет полудесертный но при этом офигенно кайфовый в общем вот такие вот дела ребята давайте приготовим два классных спортивных бутера у меня здесь на столе кажется что вроде немножко даже есть странные ингредиенты но для одного блюда мы используем индейку это более-менее понятно это будет вкусный классный сэндвич с индейкой а второй мы будем готовить банановый сэндвич да вы удивитесь но это фантастически вкусно сегодня нам помогает сделать ролик компания фацер с их разнообразными классными полезными хлебами для первого сэндвича с индейкой мы используем хлеб вот смотрите на закваске цельные злаки содержит клетчатку полезный хлеб а второй не менее полезный нос моркови у нас десертный до десертный поэтому я выбрал вот такие вот хлебцы от фацер которые с морковкой тоже морковка сладенькая то есть как бы все сходится да это после перерывчика нормально зайдет даже с чаем морковные без добавления сахара ну мы все-таки немножко сахара еще добавим вот такие дела давайте начнем готовить а перед тем как мы начнем готовить приглашаю вас принять участие в конкурсе от компании фацер который проходит в их инстаграме конкурс на лучший спортивный бутерброд я конечно его выиграю так и быть я не буду участвовать ладно в общем друзья мои задача простая сделать вкусный классный сэндвич с хлебом от компании фацер выложить его себе в инстаграм чтобы вас не грузить все ссылочки будут в описании вы перейдете в их инстаграм посмотрите пост в котором есть абсолютно все правила этого конкурса и участвуйте на здоровье но мы погнали делать вкусные бутеры и уже уже там без нас сейчас все сыграют пока мы тут с вами разговариваем погнали погнали так я использую пищевую пленку для того чтобы не сявкой тут все берем индейку это грудка индейки она уже порезанная на такие стейки я ее слегка отобью чтобы проще было все это запечь а я буду именно запекать максимально полезный бутерброд делаем теперь на этой же пленке сделаем немножко вкусно посолим с двух сторон я еще добавлю немножко карри потому что карри отлично ну во первых цвет во вторых вкус так тоже борщить не буду и чуть-чуть смажем маслом с двух сторон оливковым обезжиренным это шутка конечно обезжиренное масло не существует выкладываем и отправляем в духовку куски довольно тонкие поэтому приготовиться за 10 минут подготовим пока соус смотрите у меня здесь классная горчичка отличный йогурт обычный это не майонез добавляем горчицы не забываем посолить потому что йогурт он довольно пресный я еще добавлю немножко чесночка удобнее всего добавлять такой вот гранулированный сушеный чеснок для соусов туда что он туда зашел и все и ничего тебя хрустеть не будет и тем более у нас времени как бы не особо много так соус готов очень простой порежем помидорчиков берем какой вкусное яблоко вот так вот тоненькими пластинками его нарезаем чтобы яблоко не темнело можете немножко сбрызнуть лимонным соком но у нас все быстро приготовиться она сильно потемнеть не успеет ну что у нас вот за 10 минут в принципе смотри об готовенькая главное не пересушить серьезно вот передержать индейку это последнее дело можно конечно дать время подостыть а можно и не давать время подостыть нарезаем на кусочки он вишенок и сочная смотри а будешь дольше держать получится фигня к развернем для удобства нам надо сделать такие кусочки чтобы удобно было класть в сэндвич естественно вот так индейка достаем хлебушка вот она чё так мы сделаем пока давай 22 сэндвича да а там посмотрим смазываем низ сэндвича соусом кладем добрую порцию сыра чеддер у меня сыр чеддер самый вкусный сыр для сэндвичей так давайте выложим салатик в принципе можно просто рукколу взять отлично подойдет руккола с индейкой это вкусно у меня здесь несколько видов салата сверху выложим несколько половинок от долек яблок я думаю достаточно естественно пошла у нас блин у меня я аж слюни сглатываю пошла индейка и вот так вот сверху еще немножко соуса чисто так взбодрить индейку чтобы она она и так сочная в принципе мы не пережарили и сверху прижимаем кусочком хлеба естественно это желательно подогреть на сковородке ну либо на какой-то прижимной гриль штуке как у меня давайте поджарим чтобы хрустела да как вы это любите так ну что снимаем сырок у нас подплавился полосочки появились да и хорошо аккуратненько по-братски делим хороший быстрый полезный вкусный бутер все складываем и погнали погнали к телеку вот такие дела а мы попробуем пока великолепное сочетание продуктов диман серьезно я попробую скажешь что я прав индейка вкусный сыр яблочко вот это такая легкая сладкая кислинка ну и конечно прекрасный хлеб от фацер все это очень вкусно вы не забывайте у нас сейчас еще второй будет он еще более необычный но перерыв чик перерыв чик у нас есть 15 минут и огромное желание сделать что-то вкусное мы приготовим с вами ну десертный десертный сэндвич такой давайте натираем вкусного сыра у меня это пять чеддер друзья мои ну люблю я чеддер правда не желтый был бы желтый было бы эффектней до граммов 50 на трем берем один бананчик ну сколько брать бананов уже это вы сами решите да я пока просто нарезаю и немножко разомнем его но без фанатизма чтобы кусочки банана все-таки оставались ну вот скажем как-то вот так вот два движения на кусочек добавляем сюда сыр добавляем прям чайную ложечку меда если меда нет можно просто добавить сахар или сахарную пудру все это замешиваем берем морковный хлебушек от фанатизма смотри какой а просто одна одна полезность у нас здесь и выкладываем начинку много не надо выкладывать прям вот в серединку буквально так чайную ложку может быть как я ошибся вот здесь надо собирать вот как-то вот так вот накрываем это еще не все подождите подождите у нас еще не готов в принципе это и так вкусно но мы-то сделаем чтобы было вообще топчик я решил надо доделать там 44 эти прекрасные булочки как раз начинки хватает на 4 вот такие булочки уже классно выглядит далее взбиваем яйца немножко капелюшка молока чуть-чуть сахара эта смесь тоже должна быть сладенькая в моем понимании и все взбиваем теперь будущее наши десертные сэндвичи обмакиваем желательно чтобы это все хорошо пропиталась можно прям оставить пропитаться здесь отлично и так поступаем с каждым все и останется теперь только поджарить их на сковородку растительного масла об и выкладываем обжаривать будем до того состояния как захотим чтобы было симпатично и поджарено переворачиваем мне кажется уже можно снимать ну что десертные бутербродики в гоголь-моголе вот оно как все отлично давай попробуем давай отведаем друзья мои вкусный простой сладенький десертный бутербродик под чаек великолепно сыр и банан сочетание во-первых классно и во-вторых проверенное солененькое и сладенькое это сочетается всегда очень хорошо соленая карамель слышали наверное такие сочетания это прекрасно карамель с солью она становится максимально карамель очень вкусный бутерброд такая сладенькая сладенькая классная булочка с ну причем со злаками да мы же хлеб использовали необычный такой сверх полезный вот повторяйте смело вы удивитесь вкусу который получится у вас от бутерброда с индейкой димон попробовал сказал необычный да необычный вкус получился то есть кажется что вроде бы уныло и просто а по факту получается такой прям класс ничего себе типа и эта штучка такая же сладенькая булочка под чай великолепно зайдет в общем обязательно повторяйте я надеюсь вам понравилось если так то лайк там можно поставить все дела комментарии написать что думаете и конечно удачных вам просмотров ваших любимых передач спортивных оле-оле все дела болеем я лично очень сильно болею и пока у меня настроение прекрасное в общем ждем новых свершений под вкусную еду всего вам вкусно пока а